Итак, здравствуйте, всем привет! Зовут меня Локторов Вячеслав Александрович. Я рад приветствовать вас на записи вебинара в Центре специалистов. Вот так вот меня зовут, Локторов Вячеслав Александрович. Я являюсь нештатным преподавателем замечательного учебного центра специалистов. Вот его сайт. Ну а на самом деле основным местом моей работы является Бауманский университет в МСТУ РУМ и Центр специалистов при Бауманском университете. Вот у нас сейчас идет мисс очарования. Я так понимаю, что мне придется конкурировать с этим самым событием в Бауманке. Если кого-то заинтересует, можете посмотреть, онлайн-трансляция есть. Так, что еще могу рассказать? У нас с вами тема заявлена «WebVPN на основе прокси-сервера». Сразу скажу, что название маркетинговое, хотя «WebVPN» будет обязательно. Но, в общем-то, на самом деле можно было бы назвать этот вебинар «Фокусы с прокси-сервером, связанные с безопасностью». Ну, в школе «WebVPN», то я покажу, что у нас в университете используется в качестве «WebVPN» и заодно, что это такое. Значит, это альтернативный способ удаленного доступа в сети университета. Ну, например, сайт, место моей основной работы, а я администратор сети университета, снаружи виден вот так вот. Данный ресурс доступен только из локальной сети. Однако, я могу подключиться к нему, не используя какой-нибудь VPN классический, типа OpenVPN, или L2TP, или еще что-то. А могу воспользоваться весьма недешевым решением от замечательной компании Cisco, которая позволяет мне вот так вот войти в систему. Мы ее назвали «Единая служба аутентификации». Так вот просто попасть как бы в интранет Бауманского университета, и здесь уже набрать тот же самый сервер, которым, в общем-то, я управляю, контентом его. Это сервер «Центр коммуникации», где я работаю администратором сети. Вот. Соответственно, все это счастье мы с вами должны за сегодня реализовать, используя открытые, бесплатные, свободные программные продукты. Может быть, это будет не так вот зрелищно. Я имею в виду, не будет вот такого вот красивого окна входа. А может быть, будет красивое окно входа. Посмотрим. Но суть по порядку. Итак, по порядку. Начнем по порядку. Данный вебинар, значит, тему я его коротенько обозвал, а рекламирует он замечательный курс в нашем центре. В общем-то, он взят как кусочек из этого курса. Вот. Курс размещается в треке Linux Ubuntu FreeBSD. Вот. И курс называется просто и со вкусом. Называется он «Безопасность». Безопасность. Обеспечение безопасности систем, сервисов и сетей. Вот он наш с вами курс, кусочек этого курса. Если понравится, приходите. Так, да. Всем привет, кто подключается. Продолжаем. Этот курс «Обеспечение безопасности системы, сервисов и сетей» является продолжением одного из наших фундаментальных курсов. Фундаментальным курсом в треке является, ну, конечно, первый курс, где рассказывается, что такое Linux или FreeBSD вообще. Ну, а самым болезненным курсом, так скажем, является второй курс, который рассказывает, как эти системы используются. Несмотря на всю пользу второго курса, даже с учетом того, что длится он рекордное количество часов в сравнении со всеми остальными курсами, в нем не удается просто втиснуть в эти 40 часов много вопросов, связанных в том числе с безопасностью. И вот поэтому есть курс продолжения отдельный, являющийся как бы надстройкой над материалом этого курса с точки зрения безопасности. Поэтому мы с вами пойдем вначале по материалу второго курса, тот материал, который касается пропсисеры Росквит, а потом посмотрим, что с точки зрения безопасности можно здесь усилить, улучшить, и перейдем как бы на третий курс. Лично я во всех своих курсах пользуюсь методическим пособием, автором которого являюсь. Вики – формат этого пособия. ВАУ – это Вячеслав Александрович Локтеров, то есть я. БМСТУ – это домен Балмонского университета, находящегося в России. Еще раз говорю, что Балмонка и их специалисты – это такие дружественные компании, и очень много преподавателей из Балмонки работают специалисты. Поэтому можно тут, наверное, и доменец специалисты оба разместить. Но размещается в Балмонке. Кстати, если вот так вот зачеркнуть и здесь поставить собаку, получится адрес моей электронной почты, если будут какие-нибудь пожелания, предложения, пишите. Так, ну а читаю я курсы благодаря тому, что в этой Википедии есть раздел «Курсы», и есть раздел, позволяющий мне методически преподавать материал. Вот тот самый курс номер 2, который является у нас 40-часовым. Вот у меня здесь присутствует как раз в виде так называемого «Лаб-гайда». Сама методичка открыта, доступна, пользуйтесь на здоровье. Мы с вами начнем заниматься по этому «Лаб-гайду», но сперва, особенно для тех, кто у нас не занимался, необходимо описать схему стенда, что мы с вами и как будем настраивать. Итак, «Веб-VPN» – это финальный аппорт нашего с вами вебинара. Вот, начинается все с того, что некий интернет-сервис-провайдер предоставляет вам доступ, предоставляет доступ не вам, даже, а вашей компании в интернет. Ну и вы, разумеется, используете для этого какой-нибудь шлюз. Ну, на основе, я напишу здесь «Юникс», потому что здесь может быть либо моя любимая система «3BSD», либо незначительно менее любимая система «Линукс», ну и среди «Линукс» я люблю «Геберн», вот, а на курсах используем «Убунт». Вот, и этот шлюз, который будет у нас называться «Гейт», соединяет вашу локальную сеть с глобальной сетью. Глобальная сеть, чтобы вам эти эксперименты было удобно выполнять дома, мы с вами вот как поступим. У вас у всех дома есть какой-нибудь Wi-Fi роутер, наверняка. Этот Wi-Fi роутер раздает динамические адреса для всех систем в вашем доме, в том числе и для вашей рабочей станции или ноутбука, где вы захотите воспроизвести этот вебинар. Вот, чтобы все это дело воспроизвести, вам надо только посмотреть, какую сеть использует ваш Wi-Fi роутер. Вот видите, здесь такая сеть используется. И в качестве шлюза по умолчанию вот он адрес. Поэтому я беру это дело и под копирку указываю, что наш провайдер предоставляет доступ через сеть 10.5.5.24. Я вот так вот нарисую. Это значит, что сеть класса С, либо маска 3 раза по 255.0. И 254-й адрес является опорным адресом, который нам выдал провайдер. Значит, ну, внимательно я могу увидеть, что 150-й адрес закреплен за моей рабочей станцией. Его использовать мы не будем. Вот. Ну, а для нашего шлюза, который будет работать под управлением Linux, мы с вами выберем другой адрес. На курсах у меня в аудитории сидит несколько человек. И каждому я выдаю так называемый номер стенда. Вот. Я так и говорю. Вот вам будет первый номер стенда, вам второй, третий. Вот. Ну, и чтобы было интереснее, я вот возьму, например, номер стенда шестой. Шестой номер стенда. Методически очень часто встречается этот параметр X. Вот. А я беру себе шестой, он же единственный номер стенда в рекламной записи. И вот IP-адрес опорный, который нам выдает провайдер, совпадает с номером стенда. То есть 10.5.5. И вот такая вот модная запись из курсов ЦИСКа. Я ее использую шестой номер стенда. Локальная сеть. Вы являетесь администратором. Соответственно, придумываете любую адресацию в локальной сети. Вот. И в локальной сети мы возьмем адресацию 192.168. Дальше идет значение X. Если бы в аудитории было несколько человек, у всех было бы разный номер. Ну, а у меня будет шестой номер. Вот. Слэш 24 тоже. Сеть класса C. И на первом этапе у нас с вами локальной сети будет две машины. Собственно, gate. У gate будет, кстати, первый адрес из этой сети. И система клиентская. Ну, недавно Microsoft объявила за окончание поддержки Windows XP. Поэтому в последние разы мы используем Windows XP как систему клиентскую. Всем надо переходить на новые системы. Безусловно, обновление безопасности. Это то, что мы с вами обязаны делать. Вот. Ну, пока ладно. Пока будем использовать Windows XP. Эту машину мы с вами назовем Client1. Client1. Мы с вами представляем себе клиент 2, 3, 4, 5. Вот их здесь будет много. И они будут получать конфигурацию по протоколу DHCP. В общем-то, одна из первых задач второго курса. Дайте-ка, пожалуйста, всем нашим клиентам интернет. Как это сделать? Ну, способов много. Раз мы здесь видим gate, значит, многие тут же вспоминают про то, что эта машина должна осуществлять форвардинг пакетов, эта машина должна работать там НАТОМ и прочее. Это все есть как раз во втором курсе. Но начинается не с этого. Начинается с того, что самый простой способ дать людям интернет заключается в том, что сюда устанавливается HTTP proxy. И все работают через HTTP proxy, настраивая свои браузеры. Действительно, это самая простая конфигурация. Не нужен ни NAT, ни firewall, ни форвардинг пакетов. Ничего никто не может взломать. То есть ваш шлюз превращается в бастион, из которого есть только один выход. Через HTTP proxy. И чтобы перейти плавно к теме безопасности, мы с вами скажем, что не только надо дать интернет пользователям, но и еще желательно фиксировать, кто куда, когда ходил, протоколировать. Ну и необходимо, чтобы это было достоверно. Чтобы ваши пользователи имели учетные данные, записи. И, соответственно, работали только под своими логинами и параллельно. Использование из Microsoft Internet Explorer будет использоваться HTTP proxy. Так, вот такая схема стенда. Если я что-то забыл, то, соответственно, поправлю. Ну а начинаем с вами с того, что все это будет реализовано, разумеется, виртуально, внутри нашей хвост-машины. Я обожаю виртуализацию. Ну, наверное, не только я. И могу сказать, что, в общем-то, уже достаточно давно ее в курсах использую. Минимизирую количество оборудования, которое требуется для прохождения. Да, да, да. Говорят, что вот зачем еще сквит? Чем хорош сквит? Тем, что можно всякие фильтры настраивать, запретить что-то, не разрешить. Я сразу скажу, что не являюсь сторонником таких решений, честно говорю. И, в общем-то, здесь два фактора. Во-первых, линии писать аксессуристы длинные запрещают что-то. Ну, чисто сугубо прагматично. Второй момент заключается в том, что это, на мой взгляд, бессмысленное занятие. Ну, сейчас 3G не закроешь, да, люди ходят, там, достанут планшеты, так же не будут работать, как и не работали. Если у них нет мотивации для этого, то что-то запрещать сложно. Вот, ну, не будем дискутировать на эту тему, начнем. Я импортирую первую систему. Я люблю БСД, но буду использовать Убунту. Ну, побыстрее там просто все делается, поэтому только с этой стороны. И вторая причина, побыстрее, почему? Она сама все делает, зараза. Ставишь, она все делает, меньше писать надо. Вот это и хорошо, и плохо, особенно, когда что-то идет не так. Вот, второй момент, ну, популярный Linux, поэтому будет проще, проще тем, кто наш вебинар попробует воспроизвести дома. Я буду очень рад и жду от вас писем, что да, я ваш вебинар сделал дома, от края до края, все заработал. Это будет круто. Вот, жду, жду. Поэтому запускаю импорт виртуалки, нашей с вами первой, которая будет работать шлюзом. Шлюзом, но пока она импортируется, немножко, немножко уточню, значит, техническое задание, не просто техническое задание, а техническое задание мы с вами сформулировали. Уточню, как, что, где будет работать. Все вот это будет работать внутри нашей системы, которая, с точки зрения виртуализации, как раз называется HOST-система. Вот эта HOST-система, в частности, имеет вот этот 150-й адрес. Соответственно, вот эта машина, которая сейчас импортируется, будет иметь два сетевых адаптера. О, как раз забыл, да? Раз, два сетевых адаптера в Linux. Это надо вспомнить, как они называются в Linux. В Linux они называются Ethernet. 0 будет внутренний адаптер, и Ethernet 1 будет внешний адаптер. Вот, ну и вот этот адаптер виртуальный будет соединен мостом с физическим адаптером. Адаптер Ethernet 1 мостом будет соединен с физическим адаптером. А вот этот вот адаптер, вместе с адаптером нашей второй машины, может быть представлен различным способом. И вот вы сейчас увидите, что очень удобно использовать для этого специальный адаптер VirtualBox адаптер. VirtualBox адаптер. Сейчас я его вам покажу. Вот он наш, VirtualBox адаптер. Вот он, вот он, видите? И чтобы вам, независимо от никаких обстоятельств, иметь возможность подключаться к любой из своих машин, вы можете вот этот VirtualBox адаптер, вот я его здесь нарисую, VirtualBox адаптер, объединить, объединить вот с этой вот сетью. Ну и давайте присвоим ему какой-нибудь свободный адрес. Вот первый у нас из нашей локальной сети Ушлюза. У DHCP мы, сразу скажу, будем выдавать IP-адреса со 101 по 199, поэтому у нас полно свободных адресов. Ну давайте пятый IP-адрес присвоим VirtualBox пост-нули адаптер. Вот я беру его свойства, открываю и говорю, что ты у нас имеешь IP-адрес сети 192.168.6, да, если ты номер 6 взял, и 5.5 это IP-адрес, который я из этой локальной сети для него выделил. Так, ну пока мы с вами констатировали, обсуждали, что у нас с адаптерами должен был завершиться импорт. Так, ага, понял. Ну я понял, что надо было сразу не полениться и дать нашей машине правильное имя. Так что повторяем процесс. Все, теперь она расстроилась, но ничего. Да, желательно. Дело в том, что я уже вначале такую машину сделал, она есть, и конфликт имен возник. Сейчас мы это дело разрешим. Вот, после импорта машины мы с вами должны ее настроить. Да, я импорт сделал, не выяснив, что. Это предустановленная система, практически не настроенная. У вас такой системы дома нет, поэтому вам придется ее получить, скачав дистрибутик, например, с сайта Ubuntu и выполнив шаги по инсталляции. Если вы не умеете устанавливать Linux, приходите к нам на первый курс, там мы вам это все покажем, объясним. В общем, здесь можно загрузить сервер, скачать все, что нужно. У нас же образы уже готовы, мы не будем тратить время на инсталляцию, поэтому продолжаем. Машину необходимо настроить. Значит, жесткий диск у нее уже есть, система на него установлена. Чего в сервере еще нужно? В сервере должна быть настроена сеть. Мы с вами, глядя на схему стенда, видим, что у нашего шлюза должно быть две сетевые карты, поэтому мы включаем две сетевые карты. Ну и проблема в том, что в Linux адаптеры нумеруются с нуля, а в VirtualBox с единицей. Поэтому можно утверждать, что адаптер 2 является адаптером Ethernet 1, и должен быть включен мостом, мостом с физической картой нашей с вами системы. Вот она, единственная физическая карта здесь есть. Кстати, кто будет делать дома, учтите, что, возможно, здесь надо выбрать Wi-Fi адаптер, если ваша машина подключена через Wi-Fi адаптер. Внутренняя же сеть у нас с вами будет представлена виртуальным адаптером VirtualBox. Ну и я вот эти действия выполняю по смене MAC-адреса. Связано это с тем, что все у нас экспортировано из одного образа, и там MAC-адреса пересекается. Вот, пожалуй, все, что нужно было сделать с этой системой. Теперь я могу ее запустить. Вот у нас запускается виртуальная машина. Пока она запускается, я сразу, чтобы не откладывать долгий ящик, проведу импорт другой системы. Наша с вами клиентская система Windows XP. Тоже предустановлена, не будем тратить на нее время. В качестве клиента можно было бы использовать и Linux Desktop. Здесь, в общем, не обязательно какие-то лицензии Microsoft тратить, либо попробовать временную лицензию. Так что выбирайте так или так делать. Вот, мы запускаем с вами процесс импорта. Ну, а у нас с вами вот запустилась система виртуальная, будущий наш гейт. И я провожу ее конфигурацию. Провожу ее конфигурацию абсолютно так, как рассказывается на курсе номер 2. В методическом материале по курсу номер 2 в Википедии рассказывается о настройке системы гейт. Вот есть ссылка, где рассказывается, что в гейте должно быть настроено. Какие файлы. Но я не буду пользоваться методичкой, я это и так помню. Но, если что, забуду, посмотрю. Поэтому начинаем. Итак, любая культурная система... Сейчас мы ее немножко растянем, чтобы было более видно. Итак, любая культурная система Unix, или на в том числе, должна иметь правильное имя. PostName. Это имя будет у нас гейт. Вот. А вот еще что мне не рассказал. У нас с вами в курсе будет использоваться DNS, безусловно. И будет использоваться DNS сервер будущий. Я вот так вот его нарисую, скоро он здесь появится. DNS сервер будет отвечать за зону корпорация X. Ну, у меня, соответственно, 6 значений, точка U. Корпорация 6U. И все машины будут внутри этого домена иметь имена. В том числе и наш гейт. Так, раз она у нас имеет имя, то культурная машина должна провести соответствие между этим именем и IP-адресом, который будет у этой машины. Соответствие описывается в файле hosts. Здесь описывается соответствие, в общем-то, между лупбек-адаптером. Ну, я сказал, что предустановлено, не настроено. Но, видите, шаблоны здесь есть. Поэтому у машины, кстати, два сетевых адаптера. И может возникнуть прение о имя, к какому из них должно быть привязано. Весь мой опыт говорит, что лучше привязать к внутреннему адаптеру. Внутренним адаптером вы сами управляете. Внешний интернет-сервис-тровайдер может вам разослать письма с сообщением. А теперь IP-адреса меняются, и вам на всех машинах придется менять эти адреса. В общем, это тема такого дискурса. Поэтому гейт-корпорация 6 привязана к внутреннему IP-адресу. Что еще? Ну, раз в хост, то вспоминаем про файл resolve.conf. resolve.conf будет говорить, что DNS с суффиксом по умолчанию будет корпорация 6. А обращаться будем к DNS-серверу провайдера. Опять же, если взять ситуацию с домашним Wi-Fi роутером, то, как правило, он же и является DNS-сервером. Можно вот так вот очинить это. Он является DNS-сервером. Ну да, да, вот он, DNS-сервер. Поэтому я его и вбишу. 10, 5, 5. Пока своего нет DNS-сервера. Конечно же. Как только появится свой, DNS-сервер сразу поменяет. Так, ну, и с точки зрения адресов, в Ubuntu все хранится в файле network interfaces. Значит, гейт имеет две сетевые карточки, как мы с вами и договаривались. Внешняя сетевая карточка подключена к интернет-серверс-провайдеру. Это у нас сеть 10, 5, 5. IP-адрес нам выдал провайдер, совпадающий с X6. Шлюзом провайдера является, разумеется, 10, 5, 10, 5, 5, 254. Так, ну и внутренняя наша сеть подключается через наш шлюз, через IP-адрес 6.1, 192.6.8.6.1. Ну, вроде бы все. Теперь можно машину перезагрузить, чтобы настройки вступили в силу. Но давайте покажем, что это необязательно делать. Да, вот так вот я говорю. CostName возьми из файла. Нажимаем Linux. Вот, теперь можно проверить, увидеть, что машина поменялся, CostName. Кто не знает, что я сделал, приходите на первый курс, расскажем. Обратный апострах, и все это есть. Установка значений из файлов. Так, далее. Поднимаем интерфейс внутренний. Поднимаем интерфейс внешний. Ну и командой EF-Config убеждаемся, что наш интерфейс у нас. Что же, если это так, то имеется возможность мне с хвост машины подключиться в пути к моему гейту. Я это обязательно проверю. То есть говорю, вот может подключиться к адресу 168.x1. Вот. Чтобы это дело раз и навсегда запомнить, сохраню профиль с именем гейт, и попробую подключиться. Так, да, ну, пароль у нас тут все. Придете на занятие, узнаете, какой пароль здесь используется, сильно секьюрный. Вот. В любом случае, вот я подключился, как привилегированный пользователь гейту. Опять же, по-хорошему, надо было подключиться локальной, все-таки какой-то, а потом поднять все привилегии. Но не об этом наш с вами сегодня вебинар. Так, значит, я проверю, что у меня с программным обеспечением. Вот. Синхронизирую репозиторий. Настройку шлюза я произвел предварительно. Следующая тема курса номер 2. Сервис DHCP. Да, сервис DHCP имеет массу вариантов настройки. Мы с вами рассмотрим стандартную конфигурацию. Что вам еще порекламируется? На курсе отказоустойчивости рассказывается, как сделать отказоустойчивый DHCP из двух узлов. Вот в баллонке сейчас вовсю начинается использование динамического DNS. Соответственно, есть конфигурация с использованием динамического DNS. Но еще раз, для нашей задачи подойдет базовая конфигурация. Но прежде всего в Ubuntu надо DHCP, да и во FreeBSD установить. Вот я устанавливаю DHCP сервер. Технические задания, вспоминаем коротенько, со 101 по 199 IP адреса выдавать. Ну давайте выдавать. DHCP, DHCP, DHCP.D.conf. Удаляем все, что здесь есть и вставляем. Вот реклама в Википедии. Википедии я сам активно пользуюсь, потому что она позволяет не помнить ничего, а брать готовые фрагменты работающих конфиг. Я их максимально чищу, выкидываю все ненужное. Опять же, все, что когда-либо пригодилось, сюда вставляю. Например, в курсе телефонеи вот эти опции используются. Но у нас же не курс телефонеи, нам это ничего не нужно. Поэтому мы оставляем с вами минимальную конфигурацию DHCP сервера. В DHCP сервере, видите, много иксов, я все их заменяю на номер своего стенда. Выдаются IP-адреса со 101 по 199. Шлюз по умолчанию согласен, да, какой шлюз. Домен пока нет, но будет вот такой домен. И DHCP сервер, кстати, тоже пока нет, но будет вот наш DHCP сервер. Поэтому мы файл конфигурации сохраняем. Про что здесь легко забыть, и потом иметь неприятный разговор с администратором. DHCP сервер должен работать только на каком интерфейсе? Только на вот этом интерфейсе. Не поверите, но уходя на запись вебинара, практически последнее, что я сделал, заблокировал порт коммутатора, куда был подключен левый DHCP сервер. То есть, как там люди, с какими целями это сделали, пока не ясно, но вот они сидят без интернета, потому что их система мешает работа способности сегмента сети. Поэтому мы не будем подавляться таким товарищам. и в таком файле. Все это есть в методичке, просто я помню, где это находится. Говорим, что DHCP сервер должен работать на интерфейсе Ethernet. Вот. Ну что, я как старый админ знаю, что запустить сервис можно вот таким вот способом. Хотя сегодня он считается устаревшим. Вот. О чем мне, собственно, и сообщают, что надо вот таким вот образом поступать. Вот. Ну хорошо. В следующий раз буду вот таким вот способом поступать. Сейчас мы видим, что DHCP демон запущен. Будем считать, что он работает корректно. Вот. А чтобы не просто считать, мы в этом убедимся. Значит, у нас с вами сверхоиспеченный клиент 1. Вот он у нас находится. Аналогично с гейтом необходимо настроить у клиента 1 сеть. Объяснить, что у тебя будет один сетевой адаптер, подключенный к локальной сети. Локальная сеть построена над виртуальным адаптером хоста нашего с вами VirtualBox. Вот. Запускаем систему и смотрим, насколько успешно ей удастся IP-параметры получить. Вот. Пример, да, UnixSoid. Даже в Windows мне проще проверить параметры. Да, посмотрите, видите, первый адрес из нашего диапазона выдан. Ну, сразу уверяю вас, что вот это не пройдет, безусловно. Потому что DNS-сервер у нее такой, которого пока нету. Видите, машина 610, да, должна быть. Вот. Но зато, но зато мы можем проверить связь. А что проверять-то? Разумеется, она есть, раз она получила параметры. Оставим ее пока в покое. Точнее, установим на нее дополнение гостевой операционной системы, чтобы можно было буфер обмена использовать. Вот. И вернемся опять в курс номер 2. Что же дальше? Дальше мы должны предоставить нашим пользователям выход в интернет. Так, ну, давай, родная, давай. Так, ну, пускай она пока думает. Сейчас она что-нибудь надумает. Мы с вами DHCP-сервер настроили, протестировали. Вот он, модуль 3. Доступ в интернет через HTTP-прокси. Да, самый простой, самый быстрый, возможно, самый безопасный. Кстати, в курсе безопасности показывается, что это воистину самый безопасный способ для всех выхода в интернет. Вот. Значит, используется прокси-сервер Squid. Мы его устанавливаем на гейте, разумеется. У нас пока альтернатив никаких нет. Вот. Ну, и чтобы протестировать, как оно работает, так быстро протестировать, как оно работает, мы с вами настроим прокси-сервер Squid на разрешение подключения из нашей локальной сети. Вот есть секция, куда вы можете добавить свои собственные правила. И вот первое правило, которое мы добавим сюда, будет касаться разрешений использования прокси. Кто может использовать... Ага. Вот добавим свой список доступа, назовем его «Наша сеть». Список доступа работает на основе исходных IP-адресов, и они совпадают с нашей локальной сетью. И разрешим доступ для этих адресов. Так, ну сейчас мы разрешим, что там наш клиент-то. Ага, давай. Потому что он как раз потребует перезагрузку, и мы совместим, попробуем совместить два процесса. В современной виртуализации вот этот компонент, который называется «вестивая система», очень важен. В университете мы вовсю используем VMware, и обязательным условием является установка VMware Tools, потому что над этим VMware есть масса решений, связанных с мониторингом систем. Например, мы владельцем виртуальных машин пишем, у вас закончилось место на диске, вместо того, чтобы мы прибегали, ну или близко к окончанию. В общем, виртуализация прекрасная. Тема новая. Ну ладно, пока оно перезагружается, мы с вами вот прокси-сервер меняем. Вот. Ну и вот я демонстрирую убунку, да, во всей красе, или дебе. Сквит уже работает, в отличие от 3BSD, который считает, ты сначала реши, как он должен работать, этот сквит, потом его запустить. Но ничего, не будем ругаться, религиозные войны это отстой. Поэтому здесь достаточно поменять конфигурацию, здесь команду сквит реконфигурируем. Ну что, пробуем, пробуем. Берем какой-нибудь браузер. Браузеров у нас много нет, есть вот такой вот. Да, сразу говорим, что вот такая простая страничка будет в тебе основной. Применить. Подключение. Подключаться будем через наш прокси-сервер 192.168.x1 порт 3128. По умолчанию слушает прокси-сервер. Так, вот наш пользователь получил доступ в интернет. Можно убедиться, что это действительно работает все через прокси-сервер. Вот, ну и те, кто прокси-сервер настраивал, приношу извинения, вот мы полчаса с вами потратили на то, чтобы как бы ничего не сделать отлично от второго курса. Ну вот, наконец-то мы с вами подошли к точке, где начинается, собственно, мясо материала. Мы видим с вами, что в логах прокси-сервера фигурирует IP-аддрес. Значит, на втором курсе учат, как эти логи анализировать с помощью специального ПО, составлять отчеты, там наблюдать, создавать их шефу, все, что хочешь, можно делать. Но IP-адрес не является достоверным параметром. Во-первых, он выдается по DHCP. Настроить себе другой IP-адрес администратор локальной системы может. Вот. Всякие методы, связанные с статической RP-таблицей, совершенно непригодны в жизни, потому что можно не только IP-адрес заменить, но и MAC-адрес. То есть, может, в системе может быть две машины с одинаковыми IP-адресами, одинаковыми MAC-адресами. Кто не верит, вам задание провести такой эксперимент в сети, не написать результат. Включайте коммутатор, две машины, настраивайте IP-адреса и MAC одинаковые, работайте и смотрите, и рассказывайте. Здесь должно быть логин и пароль. Ну, точнее, здесь должен быть логин. Как сделать логин? Берем интернет и пишем, например, proxy, аут, нажимаем Enter. Так, нажимаем Enter. Вот. Ну, хорошая статья, кстати. Она вот рассказывает про многие методы аутентификации. Самый любимый способ у администраторов это, конечно, Basic аутентификация. Basic аутентификация и ее мы с вами настраиваем. Не буду пока комментировать, какая она. Значит, настраиваем Basic аутентификацию. Вот методичку можно, мы с вами из второго курса ушли, все, второй курс пошел дальше, там обсуждались всякие другие темы, а мы вот безопасность вот этого решения. еще раз, Windows XP пользователь, прокси сервер, безопасно. А что безопасно? Безопасность состоит из двух больших частей. Это управление идентификацией, вот мы с вами сейчас этот момент решим. Второе, это, собственно, безопасность. Безопасность, связанная с тем, а что может хакер с нашей системой сделать, но обо всем по порядку. Итак, мы добавляем аутентификацию доступа к нашему с вами скреплению, введу, будем использовать решение, которое в 95 случаях наверное используется. Это так называемый Basic NCSA. Кстати, кто знает, что такое NCSA? Я знаю, это Netscape, чего-то там Тилетилетра или Валет. Первый веб-сервер. Первый веб-сервер. Два патча еще было, представляете. И вот метод аутентификации был там придуман. Значит, для этой аутентификации нам с вами потребуется, во-первых, поменять конфигурацию, нашего прокси-сервера. Давайте ее поменяем. Мы говорим, что теперь к прокси-серверу могут подключаться никто попало, никто попало, а те, кто прошел базовую аутентификацию, базовая аутентификация с использованием механизма старенького веба, на основе на основе вот этого файла. Но, это мы только включили с вами метод аутентификации. Дальше мы должны сказать, что пускать мы будем не тех, кто из нашей сети подключается, а тех, кто этот момент аутентификации прошел. Выглядит это с помощью списка доступа типа proxy-out, это название списка доступа, это совпадение со списком доступа, все, кто прошли аутентификацию, совпадают. А дальше для всех, кто попал в этот список доступа, мы даем доступ по протоколу HTTP. Вот. Сразу скажу, что нам до перезапуска пропси-сервера надо создать этот файл с паролями, потому что сквид он все проверяет и не запустится. Вот. А чтобы создать файл с паролями, ну, создать мы его можем просто вот такой командой. А вот, чтобы заполнить этот файл, нам потребуется утилита HTPASVD, и она входит вот в этот набор утилит в дебень. Аналогично можно во 3DSD найти. HTPASVD. И вот этой утилитой HTPASVD юзер. Я создаю первого, ну, и, наверное, единственного пользователя. Не будем мы с вами здесь больше пользователей платить. Вот. Ну, и пароль, я голосом скажу, это маленькими буквами password1. Password. Можно, кстати, не говорить, какой пароль. Не говорю, какой пароль. Увидим, какой пароль. Очень скоро. Вот. И теперь уже могу перезапустить сквид, реконфигурируем. Смотрим, смотрим, что поменялось. значит, Windows XP. Открываем заново браузер. Вот. Нас теперь встречает такое окошко user1 и пароль. И пароль. Вот. Теперь я работаю как авторизованный пользователь. И, и, в новость, и да, теперь фигурирует не IP-адрес, но IP-адрес тоже фигурирует. Но сюда добавилось поле имя пользователя. и это уже гораздо достовернее. Да, первую половину задач безопасности мы с вами выполнили. Кстати, небольшая реклама. Вот у нас специалисты широчайшая линейка курсов по направлению Linux FreeBSD. И с двумя курсами, ну, тремя я уже вас познакомил. Я сказал, что если вас интересует направление Linux FreeBSD, то вы должны в первую очередь, конечно, посетить первые два наших курса. Уровень 1 и уровень 2 это необходимый такой залог знаний. Вот. Ну, вот возьмем, например, вот они у нас. Вот. Первый курс вы должны обязательно посетить, если вы хотите Linux либо FreeBSD. Очень рекомендую FreeBSD. Обучаться лучше на FreeBSD. С Linux он потом справится гораздо проще. Ну, чем наоборот. Так, а вот дальше у нас есть курс, который я рекламирую, вот он, безопасность. безопасность. Я уже сказал, что безопасность состоит из двух частей, из управления идентификацией и вопросами безопасности всеми остальными. Так вот, управление идентификацией у нас изучается вот в этом курсе. Его маркетинговое название взаимодействия с Microsoft Windows, но там как раз изучаются методы аутентификации Kerberos, Radius, авторизация Aldav, Winbind. И интеграция с Windows безусловно есть, но это как бы большой край курса. Не все 100% там обсуждается интеграция с Windows, там обсуждаются фундаментальные вопросы идентификации. Вот, поэтому можно сказать, мы с вами вот из этого курса самый неправильный способ идентификации выбрали. А почему неправильный, сейчас увидите. Увидим мы вот как. Мы с вами в наш стенд, давайте я запущу процесс импорта, а потом порисую. Мы с вами в наш стенд добавим сейчас еще одну систему. Эта система на всех курсах называется скромно сервер. Это будет сервер, который предоставляет пользователям услуги типа приложения. Ну, DNS сервер у нас с вами прямо в курсе будет. Во втором курсе здесь работает почтовый сервер. файловый сервер и в общем-то много других серверов, веб-сервер и прочее, прочее. Вот, у нас с вами эта система тоже появится. Появится. И она, в общем-то, будет играть вспомогательную роль в курсе, но, тем не менее, нам нужна. Пока она импортируется, я хочу ее изобразить. Вот я пунктируем сначала изобразил, теперь хочу изобразить окончательно. Значит, все телематические услуги в нашей системе в сети предоставляет система со скромным названием сервер. Эта машина будет иметь 10-й IP-адрес. и первая телематическая услуга, о которой наши пользователи, как правило, не догадываются, но вовсю ей пользуются. Это DNS-сервер. Здесь будет один единственный адаптер, поэтому название я его писать не буду. Так, ну вот он у нас импортировался, я его включаю в нашу локальную сеть. Локальная сеть построена на основе виртуального адаптера хоста. Так, и запускаю, запускаю и настроено. Пока она запускается, я хочу показать, что мы с вами сделаем. Мы с вами настроим DNS. Ну, DNS настроим, но чуть-чуть позже. Чуть-чуть позже. Сейчас мы будем использовать эту систему немножко по-другому назначению. У нас в университете есть замечательные курсы, которые называются Цех. Так, значит, они называются Certified Ethical Hacking. И в этом курсе изучаются, как этично взламывать системы. Курс разработан в серьезной крупной компании. Наш центр является его авторизованной этой компанией партнером IC Conceal. И замечательный преподаватель Сергей Плевогин. Вот мы полчаса назад дискутировали с ним над темой вебинара. Я его удивил, честно скажу. Он не знал о таких возможностях, которые были обнаружены в университете Валанса. Но еще раз говорю, это замечательный преподаватель, очень популярный педагог. И он ведет эти курсы. И то, что мы с вами сейчас увидим, оно взято из курса этичного хакинга. Сейчас мы с вами этично выясним и убедимся, что вот этот момент очень легко по сети перехватить. То есть узнать пароль чужой, пароль чужого пользователя. Ну, чтобы не быть голословным, мы с вами вот этот эксперимент приведем. это эксперимент из курса этичного хакинга. Нам лучше это делать. Нам понадобится третья система. Посмотрите. Man in the middle. Вот пароль передается вот так. Некоторые администраторы говорят, но здесь же у нас свитч, а свитч изолирует трафик между вот этими портами. Идите на курс Циско, вам там два счета объяснят, как это делается, почему. Каким же образом вот этот товарищ хакер узнает пароль. Мы сейчас с вами увидим, как это делается. Так, значит, мы с вами настраиваем сервер. Так же я, чтобы видно было, чтобы было видно его чуть-чуть растянул. Вот. Ну и первый файл. Любая культурная система Unix должна иметь правильное имя. Это имя у нас здесь будет. сервер корпорация x.u культурное имя. Далее в файле host это культурное имя должно соответствовать IP-адресу. Здесь никакой неоднозначности нет. Десятый IP-адрес нашего сервера. Вот. Соответственно сервер. Так. Ну, Resolve Conf. Ну что, давайте сразу будем оптимистами и скажем ладно, Resolve Conf пускай будет ну, ладно, дома будете делать, поэтому сделаю как правильно дома. Все-таки пока что будет DNS-сервер вашего Wi-Fi роутера. Ну, на нашей схеме ваш Wi-Fi роутер совпадает с интернет-сервис провайдером. Вот он ваш Wi-Fi роутер. Так, хорошо. Resolve Conf. Ну, и сеть настраивается в EDC Network Interfaces. Здесь у нас один-единственный адаптер, нулевой будет. Вот. Соответственно все значения X я заменяю на шестые. Номер стэнда у меня шестой. И десятый IP-адрес в локальной сети присвоен нашему серверу. Так, не будем перезапускать ничего. Host Name Host Name Возьмем файл описания Host Name Вот у нас переверная Host Name установлена и поднимем интерфейс Ethernet 0. Так, ping 192 168 6 1. Вот у нас пингуется шлюз. Так, значит, я могу теперь к серверу подключиться через PuTTY. Раз-раз. Давайте связь проверим, друзья мои. Я тут рассказываю с удовольствием. Напишите, как слышно. Все ли в порядке. Будьте добры. Василий, спасибо. Все, Василий был. Все, спасибо, продолжаем. Хорошо. Хорошо. Так, продолжаем. Значит, что нам еще понадобится? Ну, во-первых, профиль подключения к серверу мы сделаем с вами. Да, видите, пауза, да, затык. Эта пауза затык, она не случайна. Эта пауза затык связана с тем, что, честно говоря, наш гейт пока не гейт ни разу. Не гейт ни разу, потому что он не пропускает сквозь себя пакеты и, в общем-то, к DNS у нас с вами сервера обратиться не может точно так же, как и клиент. Значит, ну, придется нам дырочку в гейте проковырять, честно говоря. честную дырочку, то есть, клиентов мы будем пускать только через прокси-сервер. Повыряем честную дырочку в гейте. Это будет у нас, во-первых, гейт, то есть, он должен пакеты перекладывать с одной сетевой карты на другую. Этим занимается переменная ядра. Приходите на второй курс, вы там узнаете про нее. Вот как она называется. IP forward. Так, теперь он у нас превратился в гейт. Вот он превратился в гейт. Но есть еще одна проблема, связанная с маршрутизацией. Как вы догадываетесь, вот эта сеть, ну, если с точки зрения нашего провайдера, она является нашей приватной, либо серой сетью, он про нее ничего не знает. Поэтому нам надо было добавить не только forwarding, но и плюс еще NAT. NAT так NAT. Берем, в Википедии говорим, а как настроить NAT? Вот статья сервис NAT. Вот здесь, соответственно, есть минимальная, опять же, я говорю, что моя методичка является шпаргалкой. Что отличает шпаргалку? Шпаргалку отличает объем. Минимально необходимый набор знаний. Значит, ну вот, я практикую на курсах с помощью вот такого промежуточного файла скрипта NAT.SH настраивать настраивать NAT. ну и все вот эти вещи обсуждаются на втором курсе в рамках темы безопасности с использованием фаерволов. На втором курсе фаерволов проходят, на курсе безопасности проходят крутые фаерволы там, со всякими изысками, извращениями. Вот, ну а мы с вами договорились, что пускать в интернет будем только вот эту машину, только вот эту машину, больше никого. ну и реально в курсе безопасности говорится, что не надо мешать публичные серверы и частные машины, то есть, надо делать такие сети, как DMZ, вот, у нас с вами такого не будет изобилия, да, менеджмент еще можно делать, у нас с вами одна локальная сеть, вся, вся куча в ней. И вот одну машину мы в интернет пускаем. Так, ну что, проверяем. на DSH и смотрим с сервера. Вот, интернет на сервере появился. Еще раз, на клиенте интернета нет. Ну, вот так вот. как проверить, интернет без DNS, да, сверхпопулярный ресурс от Google бесплатный DNS. Вот, соответственно, с клиента, честно, все это работать не должно. потому что в правилах мы натянем только пакеты от сервера. ладно, ладно. Что нам это дает? Мы теперь можем установить на нашего хакера, сейчас сервер исполняет роль хакера, мы можем установить на него замечательный программный продукт, который Сергей Кливогин наверняка показывает в своем курсе. вот этот программный продукт называется Этеркап. Ну, я такой Этеркап. Утилита Этеркап позволяет реализовывать различные механизмы перехвата. Кстати, является достаточно низкоуровневой, сейчас вы это увидите. Вот, я могу сказать, что, посмотрев записи лекции Сергея Кливогина, пришел в такую печаль, печаль, потому что никакой значительной квалификации сегодня, чтобы устраивать подобные вещи, не нужно. Я, честно говоря, этими пакетами сам высокоуровневе не пользуюсь, пользуюсь такими командами, строками и прочим, но не надо как бы недооценивать своих пользователей или клиентов. Они могут сходить на этот курс к Сергею Кливогину или прочитать какую-нибудь увлекательную статью в интернете, запустить сканер, если у вас в сети что-то небезопасное передается, все это прекрасно у них соберется, каталогизируется, отсортируется, упорядочится и, в общем, имеете в виду. Поэтому мы с вами установили хакерскую утилиту. Цель моя показать перехват трафика между прокси-сервером и клиентом. Еще раз смотрим на схему. Вот я набираю команду TCP дамп здесь, а вот эта машина подключается к этому. Кто помнит, какой порт используется? TCP dump минус N порт 3128 прокси-сервером по этому порту. Чтобы все было хорошо видно, я захватываю пакеты целиком и прошу содержимое их печатать на экране. Мы с вами видим, что честно и по-настоящему никакого перехвата пока что нет. Нет? Нет, видите, ничего нет, все чисто. Хорошо, теперь мы берем, чтобы у нас консоль не пропадала, и запускаем Man in the Middle с помощью ARP спуфинга. Как работает ARP спуфинг? Приходите к Сергею Клевогину на курс этичный хакинг, он вам там все нарисует и покажет, а я только пользуюсь результатами. С помощью ARP спуфинга я говорю и утилиты от Теркап говорю так минус Т, не помню, что ключик обозначает, но, наверное, выводи в тексте все на экран, что перехватишь, минус M, Man in the Middle с использованием ARP спуфинга. Перехватываю пакеты между нашим гейтом 6.1 и между нашим клиентом. Ну, запросто можно было попинговать клиенту, узнать его IP-адрес, я не буду этим заниматься, я подсмотрю IP-адрес клиента вот здесь просто. точнее, покажу вам, что он 101-й адрес, диапазон у нас DHCP начинается с 101-го адреса. Вот, хорошо, хорошо, говорю, и хочу перехватить между 192-168-1 все пода. 2-168-6-101 Так, нажимаем Enter, значит, ну, говорит, да, все, всех обманул, еще раз, вот я, приходите на курс безопасности, там показывается, что такое RPS-пуфинг, задача вам выяснить и разобраться. А мы смотрим результаты, что, что должно быть в результате. В результате попытка работать с прокси-сервером должна фиксироваться с клиента на гейт. Вот я беру и говорю, пошел я в интернет, смотрю, смотрите, что творится, видите, перехват всего веб-трафика. Ну, перехват всего веб-трафика нас не интересует, нас интересует перехват чего? Параля, да? Поэтому мы с вами готовимся к этому событию. Сейчас мы это запишем в какой-нибудь файл, весь этот результат. Теперь пробуем подключиться, вводим правильный логин, вводим правильный пароль. и тут же отключаемся и смотрим, чего там наперехватывал наш с вами man in the middle. Ну, вот он всего этого наперехватывал. Да, значит, много, но я знаю фразу, которую надо искать. Фраза называется proxy-authorization. Вот смотрите, что мы с вами видим. Вот это, в принципе, и есть наш логин и пароль. Я думаю, что вы не видите, что это логин и пароль, но вы на самом деле поверьте, что это он, просто он закодирован, но даже не закодирован, а он передается в формате вот таком старый юниксоид знает, что это такое Base64. Соответственно, мы с вами сейчас быстренько найдем декодер. Так, Base64 Online Decoder, да. Так, эту строчку мы берем наш с вами Base64 Online Decoder, вот, говорим, что у нас вот так вот, и вуаля, видите, да, ну вот, вы наконец-то увидели пароль, который я ввожу. Еще раз говорю, что на курсе безопасности в линейке Linux и PSD вот такие вещи, и RPS пуфинг рассказывается как бы фундаментально, как они работают. Гораздо подробнее все эти фишки изучаются в курсе этичного хакинга у Сергея Клевогина, ну и последнее, у Сергея Клевогина используются гораздо более удобоваримые утилиты, нежели то, что я вам показал, а именно я вам показал утилиту RPS пуфинг нам сделала утилита AtterCup, сам трафик мы перехватывали любимой командой администратора в TCP dump ну а декодировали его с помощью сайта BSC4 ничего этого делать не нужно есть утилиты более удобные приходите выяснять так усиливаем вся цель была показать что базика аутентификации не годится поэтому мы с вами должны придумать решение которое усилит эту нашу с вами задачу средство усиления тоже хорошо известно идея состоит вот в чем смотрите сейчас мы план работы сделаем так идея состоит в том что мы с вами должны выяснить Squid а здесь Microsoft Internet Explorer можно ли передавать данные между Squid и Internet Explorer с использованием шифрования вот тот трафик наш с вами HTTP имеет безопасный вариант какой HTTPS сразу скажу что ни Microsoft Internet Explorer вот я красным ни Squid не умеют работать в режиме прокси то есть вот таком HTTPS они это делать не умеют может никогда не научиться поэтому нам на выручку приходит утилита S Tunnel утилита S Tunnel позволит нам с этой стороны запустить S Tunnel сервер который будет слушать какой-нибудь порт например 8080 все что будет подключаться сюда на порт 8080 по протоколу разумеется HTTPS будет преднаправляться уже по протоколу HTTP на наш 3128 соответственно Internet Explorer тоже это не умеет делать поэтому мы здесь развернем S Tunnel клиент который будет слушать какой-нибудь порт 8080 Microsoft Internet Explorer будет подключаться к порту 8080 на 127.001 здесь тоже на 127.001 вот Internet Explorer будет подключаться как бы к самому себе на самом деле к клиенту S Tunnel и S Tunnel клиент будет передавать все зашифрованном виде на S Tunnel сервер вот такой вот план это можно сказать самое короткое введение в S Tunnel вот за подробностями приходите на курсы сейчас попробуем сделать и увидеть результат ну и в записи можно несколько раз это мое кратчайшее изложение послушать может быть будет более понятно я бы наверное вряд ли понял я вообще-то угадал так окей окей значит мы с вами мы с вами разворачиваем вот эту вот идею значит раз мы говорим HTTPS значит мы говорим сертификат раз мы говорим сертификат значит серверный сертификат должен быть привязан к правильному DNS имени раз мы говорим DNS имени значит нам потребуется сервер DNS по порядку поехали первое что мы с вами должны сделать развернуть сервис DNS ну и во всех курсах DNS сервер работает на сервере вот мы теперь сервер будем использовать в мирных целях как полезную систему в нашем курсе так ну и возьмем минимальную конфигурацию нашего с вами DNS сервера наш с вами DNS сервер будет обслуживать одну единственную зону в которой мы с вами напишем наш прокси сервер еще раз нам потребуется сертификат сертификат должен быть привязан к DNS имени DNS имени так соответственно наш DNS сервер за всем о чем не знает будет обращаться к DNS серверу провайдера так ну а все имена будут описаны внутри нашей зоны будут описаны внутри вот этого файла так тема DNS это тема второго курса кто хочет настраивать DNS разобраться во всех нюансах и прочем рады будем вас этому научить приходите вот ну а сейчас очень коротко вспоминайте какие у нас с вами системы вот эту систему узнаете ее IP-адрес узнаете сервер узнаете ее IP-адрес узнаете ну то что мы отдельно написали имя NS для DNS сервера это культура производства вот ну а все делалось ради следующего у нас с вами будет безопасное взаимодействие между сквит между сквит мы с вами добавляем я решил для красоты добавить имя прокси прокси отображается в IP-адрес и вот здесь надо решить какой IP-адрес использовать поскольку у нас с вами по плану прокси будет использоваться не только изнутри сети но и снаружи как в IP-пм то логичнее дать в соответствии этому имени внешний назначенный вот здесь вот IP-адрес ну я закрыл схему поэтому сейчас мы сохраним вот этот вот IP-адрес дать вот и соответственно вот он здесь будет наш IP-адрес так шестое насколько я помню проверяем файл конфигурации так ну и даем RNDC RELOAD так соответственно правим RESOLVE CONF теперь RESOLVE CONF теперь на нашем сервере будет указывать на loopback интерфейс раз уж он DNS сервер то пусть будет сам себе DNS сервер проверяем да да работает не забываем то же самое сделать на гейте так ну здесь конечно не loopback уже адрес будет да здесь будет адрес нашего сервера в локальной сети 192 168 610 проверяем прекрасно ну а на клиенте ничего делать не надо он получил этот адрес динамически вот ну разве что пинг Яндекса теперь ничем лучше не будет на пути ими резул видите IP-адрес меняется поэтому клиент у нас продолжает ходить в интернет через прокси сервер так значит далее значит DNS мы с вами настроили для того чтобы можно было сделать сертификат чтобы сделать сертификат надо помнить что в сертификате есть не только верное имя у нас пинг прокси теперь будет сертификат будет для вот этого так да прокси что-то мне это не нравится сертификат сертификат есть время жизни это очень важно надо выписать сертификат который будет по крайней мере начинаться вовремя не заканчиваться раньше чем наш вебинар закончится поэтому нам надо будет на гейте честно настроить правильную временную зону всегда помните сертификаты и время это очень важно я проводил занятия на которых забывал установить точное время и в общем-то нехорошо выглядит так зонинфо европа мы с вами в Москве это проводим это ц local time так проверяем время вот ну 19 05 похоже верное можно вот так вот на всякий случай ntp date там time apple.com какой-нибудь ntp сервер который у вас там любимый можно такой можно другой синхронизировать время вот ну и теперь мы можем выписать сертификат который нам потребуется для шифрования трафика между microsoft интернет эксплорером и s-tunnel клиентом и соответственно s-tunnel сервером и proxy server squid сертификаты сертификаты это тема курса если в линейке linux freebsd это курс безопасности рекламы которой я занимаюсь и этом курсе для генерации сертификатов используется самая главная утилита open ssl значит на курсе рассказывается как делать иерархию сертификатов с использованием центра сертификации мы с вами не будем этим заниматься мы с вами создадим самый неправильный сертификат самый неправильный сертификат это самоподписанный сертификат опять же что значит самоподписанный что такое подпись вообще все это тема курса поэтому так побыстровки создаем ключ будущего сертификата и сохраним его в файле proxy key размерность тоже ключа не обсуждается можно больше нужно больше здесь достаточно так установим соответственно права доступа на этот ключ хотя бы хоть как-то усилить надо уже не путаться где я так и генерируем самоподписанный сертификат в этом сертификате много полей самое важное поле которое должно быть абсолютно точно верно заполнено это common name поэтому сейчас я все что можно здесь заполняю абы как создаю самоподписанный сертификат на основе только что созданного подключа вот мы в Австралии черти где название компании без разницы а вот здесь стоп сертификат будет валидным только в том случае если мы будем подключаться если будет использоваться при подключении к серверу вот с таким вот именем пропси корпорация 6.ю вот и все остальное тоже не важно вот у нас с вами готов сертификат вот ну и теперь можно в общем-то подходить вплотную к вопросу что же такое S-туннель что такое S-туннель S-туннель это универсальное решение которое позволяет зашифровать трафик между двумя участниками даже если сами эти участники не умеют работать по HTTPS идея S-туннель заключается в том что мы распанавливаем его на наш с вами прокси сервер то есть на gate вот и ну во-первых надо будет сказать да ты будешь у нас работать потому что по умолчанию он не запускается как сервис вот а второе файл конфигурации файл конфигурации вот он содержит следующее файл конфигурации говорит что при подключении к нему S-туннель будет шифровать трафик с помощью вот этого ключа и сертификата сразу этот файл ключ и сертификат сразу может вот такой нехитрой командой быть получено взято все это разумеется из документации к S-туннель то есть он хочет работать с файлом который начинается с ключа а продолжается сертификатом ну и ради бога пускай так и будет дальше продолжаем значит ну chroot ладно ситуиды и прочее процесс идентификатора не обсуждается а вот что обсуждается что сервер слушает запросы на вот этом порту по протоколу разумеется HTTPS а все что туда придет он будет передавать угадайте он будет передавать это нашему будет передавать это нашему HTTPS прокси HTTPS прокси так значит ну чтобы это все заработало счастье нам надо установить кстати вот заметьте сейчас будет демонстрация что вот писать у вас 500 компьютеров клиентских на каждый этот компьютер вы должны прийти на каждый установить на каждый клиентский компьютер STUNNEL я буду использовать местные репозитории но только для того чтобы сократить время загрузки на самом деле все продукты используемые в данной демонстрации они бесплатные открыты значит на каждый компьютер установить STUNNEL считайте устанавливать так ну вот он может в любом режиме где угодно работать сервером на винде на винде может быть клиентом на линуксе но у нас будет правильное направление значит запустить на каждом компьютере его настроить на каждом компьютере его значит настройка на каждом компьютере будет у нас следующая на каждом компьютере будет говориться что ты слушаешь подключение на вот этом вот интерфейсе, на вот этом вот порту, а все, что на этот порт, на этот, на региадость, перенаправляем, узнаете куда, да? Туда, где его слушает тест-туннель сервера. Вот такая вот маленькая конфитка. Конфитка должна быть достаточно для того, чтобы это реализовать. Ну и надо не забывать про иксы. Так, сохраняю. Так, ну и, ну и в настройках прокси-сервера теперь, вернее, 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 теперь что мы с вами делаем? Теперь мы с вами, во-первых, делаем так, чтобы никто никогда не смог подключиться к нашему прокси-серверу небезопасно. Сейчас мы это с вами в два счета сделаем. В два счета мы с вами это делаем с помощью конфигурации прокси-сервера. Вот смотрите, сейчас наш с вами прокси-сервер слушает, слушает, да, ну, такое ощущение, что TCP 6 подразумевает и TCP версии 4 тоже. Видите, он слушает, какой порт. Мы сейчас говорим, что ты будешь слушать вот этот интерфейс 127.0.0.1. Видите, никто к нему теперь подключиться, кроме как к гидбэк-интерфейс не сможет. Так, squid reconfigure. Проверяем. Start-apmt. Так, ну и вот он, вот он, видите, да, теперь где слушает наш прокси-сервер сквит. Ну и клиент теперь, разумеется, никогда не сможет подключиться к нашему прокси-серверу напрямую. Он сможет подключиться только через S-туннель, вот этот вот свойство обозревателя. Открываем, говорим, подключение, настройка LAN через 127.0.0.1. Да, на 31.28. Окей. Так, ну и проверяем. Проверяем. Значит, в принципе, да, что-то не очень проверилось. Ну-ка, секунду. Так. Я, наверное, знаю, что я забыл сделать. Да, я, наверное, знаю, что я забыл сделать. Я S-туннель настроил, но я его, скорее всего, не запустил. Да, да, не спустил. Ну, разумеется, это C и нет D. Видите, привык к Ubuntu, да, что у нас все запускается. Ну, нечего Ubuntu винить. На самом деле, я файл конфигурации поменял, да, а никаких изменений в связи с этим не сделал. Вот, поэтому теперь S-туннель работает. Мы можем продолжать мониторить наш с вами прокси-сервер. И вот повторяю попытку. Повторяю попытку подключиться. Да, да. Ну, поменяв конфигурацию, надо что не забывать делать. Reload configuration делать. Вот, скорее всего, в этом дело. С двух сторон. Что-то к S-туннелю отнесся прохладно, да. Видите? Вот оно запросило имя пользователя. User1. Пароль вы все видели. Пароль вы все видели уже. Ну, и, соответственно, мы можем с вами наблюдать. Наблюдать. Вот. Ну, и я не буду повторять эксперимент с EnterCup. Так вам поверьте, что все теперь передается еще раз между нашим Microsoft Internet Explorer, вот этим вот участником, и нашим прокси. Все благодаря S-туннелю передается по шифрованному каналу. Вот. Единственное, что я хочу вас сейчас еще раз осознать, что мы на каждый клиент установили вот эту программу, на каждый клиент, и ее настроили. Понимаете, да? Ну, еще не еще, с учетом того, что и сам браузер пришлось перенастроить. Поэтому сейчас мы с вами будем знакомиться с тем, как с этим бороться. Вот. Подбираясь к теме WebVPN, значит, действительно, у нас используется Cisco. Действительно, это не дешево, действительно, это удобно и хорошо. Но задача возникла резко неожиданно, и буквально этот S-туннель рассматривался как вариант ее решения. Мы осознавали, как все плохо, как это автоматизировать. Ну, вот у меня есть очень хороший товарищ, мой коллега Александр Кондратьев. Он отличается... Чем он отличается? Ну, высококвалифицированный инженер из МГТУ имени Баумана. Вот. Отличается тем, что он начал этот вопрос изучать широко и обнаружил, что, в принципе, мы можем обойтись без S-туннеля со стороны клиентов. Оказалось, что добрая компания Chrome, Google, разработала очень популярный браузер. И, ну, буквально он нашел вот эту вот статью. Сейчас я покажу, откуда она взялась. Значит, вот. Значит, он нашел вот эту статью, в которой рассказывалось, что Chrome умеет поддерживать режим взаимодействия с прокси по протоколу HTTPS. Вот, смотрите, видите. Правда, парадокс заключается в том, что не так-то легко это настроить. Опять же, вот сейчас у нас Chrome устанавливается до конца. Дело в том, что Chrome берет настройки прокси из системных настроек. Вот, в общем-то, из этих вот настроек он их берет. Да, вот видите, он берет их из системных настроек и там уже прочитал, что надо подключаться к 2-бэк интерфейсу Tilly Tilly TralliVal. Ну, сейчас мы его успокоим. Потом на радость кто запустился. Значит, из системных настроек информацию о проксе берет наш Chrome. Системные настройки у нас в логере хранятся. Свойства обозревателя. Так вот, здесь невозможно указать, что мы вот с этой системой должны настроить работу по протоколу HTTPS. Кстати, с Сергеем Глевогиным был доступ, он сказал, а как же нельзя? А вот здесь же можно настроить секьюри. Ну, это совсем не то, друзья мои. Секьюри – это означает использовать прокси-сервер и для HTTP, и для HTTPS. А нас волнует вопрос какой? Нас волнует вопрос, как вот здесь будет передаваться трафик. Вот дальше он может лететь по протоколу HTTP, может по протоколу HTTPS, может по протоколу FTP. И эти параметры, собственно, вот это вот и определяют, какой прокси для какого протокола мы используем. Но как с самим прокси соединяться, через какой протокол HTTP или HTTPS, здесь показать нельзя. Поэтому мы здесь все стираем, вот так вот стираем, поставим автоматическое определение параметров, скоро пригодится. Так, здесь мы это стираем и знакомимся со способом следующим. Значит, мы можем запустить Chrome, вот команда запуска, видите, дополнив ее вот такой вот командой. При запуске подключись к прокси-серверу, вот такому-то прокси-корпорации XUN. Ну, а на самом деле на этом порту его встретит не прокси-сервер, а кто? S-tunnel-сервер. То есть S-tunnel-сервер у нас остается, мы его настраиваем один раз, это несложно. А вот на всех клиентских компьютерах мы с вами берем, мы с вами берем и создаем вот такой вот ярлык. Вот такой вот ярлык создаем. И сам ярлык мы с вами обзовем так, чтобы пользователь вот так вот назовем. Так, S-tunnel нам больше не нужен, спасибо S-tunnel, до свидания, все. Теперь наш прокси-сервер еще раз закрыт S-tunnel. Давайте картинку разрисуем. Смотрите, что мы убрали. Мы убрали вот эту вот часть, вот эту часть убрали, S-tunnel. Вместо MSE тоже его убрали, поставили Chrome. Вот, а Chrome может напрямую подключиться к S-tunnel по протоколу HTTPS. Ну, еще раз, Chrome понятия не имеет, что он подключается к S-tunnel, он подключается к прокси по протоколу HTTPS на вот этот порт, а S-tunnel все это разворачивает по HTTPS запросу для прокси-сервера. То есть сам Squid не умеет работать по HTTPS, умеет работать S-tunnel, и Chrome умеет работать по HTTPS с прокси-сервера через посредник S-tunnel сервера. Так, ну, видеозапись можно будет несколько раз посмотреть, а я продолжаю демонстрацию. Значит, теперь я просто запускаю вот этот вот ярлык. Если все будет хорошо, то он должен нам предложить ввести логин и пароль, чего пока что я не вижу. Да, да, вспомнил. И, кстати, вот самое поразительное, что бились с этим тоже. Итак, смотрите, на чем мы остановились. Мы остановились на том, и я уже потерял 10 минут, к сожалению, но ничего страшного. Мы остановились на том, что создали ярлык. Я сказал, Google вообще такая замечательная компания, значит, она вот нам дала возможность вот так-то и так-то вот это вот делать. То есть обойтись без S-tunnel клиента. Да, и вот сюда мы вот это ярлык написали. Я еще проверял, правильно ли мы. Друзья мои, все правильно. Но дело в том, что сертификат, помните, мы с вами создавали? Этот сертификат самоподписанный. А самоподписанный сертификат, он про него знает только сейчас наш с вами гейт. Гейт знает, а больше никто. И вот парадокс заключался в том, что S-tunnel, в принципе, как бы этому сертификату верил. То есть вот здесь вот в конфигурации не сказано, что проверяю валидный сертификат. Вот, поэтому, когда подключение через S-tunnel проходило, то все было хорошо. А вот добрая компания Google, когда написала возможность подключаться к Proxy Utility из HTTPS, требует, чтобы сертификат был верным. И это можно сделать, только установив этот сертификат на все клиентские машины. Значит, ну, чтобы установить на все клиентские машины, мы с вами сейчас поставим замечательную программу, которая позволяет скопировать файл с гейта. на гейтинг наш, да, с вами сертификат. Вот, это программа Winos.kp. Вот, и подключаюсь к гейту. Можно так сказать, к гейту подключаюсь, как пользователя руки. Вот, на гейтинг наш с вами сертификат, вот он Proxy сертификат на рабочий столб. Мы с вами сейчас его скопируем. Так. И установим систему. Да, и установим систему. По умолчанию все ставим. И вот теперь, вот теперь, я выгружаю S-туннель. Вот. Я теперь, теперь в панели управления говорю, что Proxy сервер у нас не используется. Proxy сервер не используется. Вот так вот уберу его. И теперь демонстрирую, что появилась возможность запустить браузер Chrome вот с таким вот параметром. И вот, что я ожидал, не видел. Да, еще раз говорю, долго мы даже в Бауманке двигались с этим. Действительно, у нас User1 с паралем Password1. И вот теперь плюсы какие? Плюсы состоят в том, что мы с вами нет необходимости нам устанавливать какие-то S-туннели, все, больше нет никаких S-туннелей. Нам надо установить браузер Chrome, ну и модифицировать его команду запуска. Что, собственно, тоже нифига не просто. Согласитесь, на 500 компьютеров вот такой-то параметр прописать. Поэтому мы с вами сейчас рассмотрим симпатичный прием. Может, вам понравится, пригодится. Мы с вами вот этот пока ярлык оставим в покое. Видим, что вот этот ярлык у нас не работает. Я.ру. Он пытается идти в интернет напрямую. И идет, видимо, напрямую. Так. Так, так, так. Ну-ка. Да, еще один нюанс, про который тоже не сразу догадались. Пока вы не закроете все копии этого Chrome, он будет работать с теми параметрами, которые были открыты в первом окне. неосторожно оставил вот это вот окрошко с аутентификацией запущено. И оно продолжало работать. То есть, я вот запускаю другой, кажется, ярлык, а это просто копия. Поэтому, да, никакого интернета у нас с вами нет. Вот. Так вот, следующая тема, небольшая, автоматическая конфигурация пропси. Автоматическая конфигурация пропси может быть сделана с помощью использования так называемого webpad.dat файла. Давайте это. webpad.dat. Вместо того, чтобы бегать и настраивать вот эти вот ярлыки, еще раз, вот этот ярлык нам пришлось на компьютере, на каждом из 500 компьютеров настраивать. Мы с вами делаем следующее. Мы с вами установим в DNS вот такое вот имя, видите, webpad, которое будет указывать на наш сервер. На самом сервере мы с вами установим веб-сервер и разместим файл вот с таким вот именем расширения. То есть, это, в общем-то, специально разработанная, продуманная идея автоматизации настройки пропси. Если у нас с вами в настройках пропси стоит вот эта галочка, а она стоит по умолчанию, я прошу ваше внимание обратить, что нас не может не радовать, нам, по идее, ничего не нужно делать. Вот эта галочка автоматически поиск пропси стоит по умолчанию. Вот я ее возвращаю обратно, фактически. Когда браузер запускается, он пытается в DNS найти вот такое вот имя и с этого сервера загрузить вот такой вот файл. Давайте обо всем по порядку. Итак, мы с вами в зону DNS добавляем это гейт, нам нужен сервер. Итак, в зону DNS мы с вами добавляем имя в рекламе DAT. Так, ну давайте версию увеличим. RNDC будем правильно все делать. RNDC DAT. UNG VF. Найдя это имя, клиент браузер подключается к этому серверу с этим именем, к МКУ протоколу HTTP, то есть к веб-серверу. Ну, веб-сервер установим Apache 2. и с этого веб-сервера он загружает файл VAR.VV. Вот с таким вот названием VPUT DAT. Этот файл написан на JavaScript. Кому интересно, какие еще варианты написания JavaScript. Вот я ссылку привел, какие эти файлы могут быть VPUT DAT. Вот, ну а я просто скажу, что этот скрипт реализует функцию вот с таким странным именем, функции передаются вот такие аргументы. Ну и здесь я не на курсах по JavaScript скажу, что проверяется, подключаемся ли мы к своим собственным ресурсам. Если подключаемся к своим собственным ресурсам, то никакой прокси-сервер использоваться не нужно, не будет. Return Direct для этой функции говорит браузеру подключаться напрямую. Иначе, если мы подключаемся к любому другому ресурсу, не напрямую, то, соответственно, будет использоваться прокси-сервер. И вот все браузеры поддерживают вот такой ответ, видите, а Google Chrome поддерживает вот такой вот ответ. Ну давайте убедимся, что наш веб-сервер работает сначала. Вот я спускаю Chrome, в интернет он не идет, а вот на наш с вами веб-пад корпорация x.yun может подключиться. Ага, видите, Chrome какой умный. Он же знает, что такого домена yun нету. Поэтому придется вот так вот делать, корпорация x.yun. Да, вот видите, он работает. Хорошо, мы сделаем это имя по умолчанию. Да, вот теперь он будет по умолчанию к этому и не подключаться. Да, видите, работает. Так, ну а мы с вами продолжаем, что если с веб-сервера он сумеет загрузить вот такой вот файл, вот он наш веб-сервер, вот с таким вот содержимым, то содержимое как раз рассчитано. Если мы подключаемся к внутренним ресурсам, внутренние ресурсы перечислены в домене корпорации x.yun, то подключаться напрямую. Иначе подключается с использованием ну и наша тема HTTPS профс, поэтому вот я демонстрирую иначе подключается к прокси-серверу, но не просто, а по протоколу HTTPS. К чему это должно привести? Это приводит к тому, что теперь я могу не бегать по 500 компьютерам и настраивать там вот эти вот страшные кракозяблы, видите? теперь теоретически я должен запустить просто браузер? Ну не я, пользователь, просто установил браузер, ну можно не просто установить, можно какие-нибудь групповые политики использовать, чтобы автоматически всем все установилось, можно инструкцию написать, как устанавливать, но как только наш пользователь идет в интернет, внутри он работает обычно, как только он идет в интернет, Смотрите, что происходит. Тут же происходит запрос логина и пароля, потому что ресурс не является локальным. И в интернет он уже идет авторизованно. Авторизованно через прокси-сервер. Ну и мы с вами тут и так уже лимит исчерпали, чуть-чуть задержались. Поэтому как раз последняя лава. Тема нашего с вами вебинара называется WebVPN, если вы помните. WebVPN позволяет подключаться пользователям к внутренним ресурсам снаружи. Вот нашим внутренним ресурсом будет вот этот внутренний ресурс WebAdded. Видите, да? Ну и с ворка здесь написано. Давайте что-нибудь напишем красивое. Вот так. Чтобы хоть что-то от стандартного. Вот он. Интранет-сайт корпорации 6. А теперь мы этого пользователя готовим к отправке в интернет. Значит, он уезжает в интернет. Уезжает в интернет, но мы его готовим. Ну, сценарий такой-то. Значит, миллион пользователей, 500 пользователей работает локально, а трое мотаются. Вот этим троим мы все-таки вынуждены. Вот эту будем ссылку сделать. Раз. Далее. Чтобы нам с вами тут не завязываться на DNS, потому что зона корпорации XUN, как вы догадываетесь, не настоящая. Существует только внутри нашей локальной сети. Вот я сейчас на этом компьютере просто вынужден буду файл прокси корпорация 6UN добавить в файл. Если в DNS нет, то куда надо писать? Правильно. Файл хост надо писать. Поэтому я файл хост редактирую. И добавляю сюда, что 10, 5, 5. Вот этот внешний IP-адрес, который нам провалят, это прокси корпорация X.U. Сохранить. Прокси корпорация X.U. А теперь наш с вами клиент уезжает. Уезжает. Как он у нас уедет? Мы берем его и отправляем в командировку в Хабаровск. Говорим, что твой адаптер сетевой подключен не к локальной сети, а сетевым мостом соединен с железной карточкой. Ну, то есть мы выкинули с вами клиента вот сюда вот. Вот сюда вот выкинули, наружу его. Мы его выкинули наружу, и, разумеется, ему надо... Вот он приехал в гостиницу, раскрыл мостбук, нашел Wi-Fi и сказал IP-конфиг. Ну, надо было вот так вот делать сначала, да? IP-конфиг.renew. IP-конфиг.renew. Вот он получил IP-адреса в этой гостинице, соответственно, начинает работать. И вот, если просто ярлык открыть, то очень долго он будет пытаться подключиться к внутренним ресурсам, ну, по массе причин. Потому что хотя бы они внутренние. Внутренние ресурсы, недоступные снаружи, да? Видите? А тут он вспоминает, что администратор ему сказал, слушай, у тебя вот есть ярлычок для браузера. И с помощью вот этого ярлычка ты как раз и можешь подключиться к интранету. Поэтому наш пользователь закрывает все копии хрома открытые. Смотрите, что происходит. Видите? Имя пользователя. User1. Password1. И вот, вуаля, он находится в своем интранете. Там, конечно, могут быть любые приложения. Там PHP, Web и так далее. Тилетилетра, левали. В принципе, я даже задумал там какой-нибудь файловый сервер, Samba, с возможностью доступа через Web интерфейс показать. Но это уже нюансы. В целом у нас все получилось. Я вас поздравляю. Если есть вопросы, можно задавать. Ну, а мы всегда рады видеть вас на наших курсах. Я преподаватель Локторов Вячеслав. Вот. Ну, в общем-то, очень люблю такие фишки показывать. Особенно, когда они с первого раза работают. Так что буду всем рад. Давайте попробуем.